Акт 1. Сцена 5. Шахта Элкхорн. Боже, правый! Вы в порядке? Какого хрена? Нога застряла. Чёрт! Так, я попытаюсь её вытащить. Нам нужно вызволить вас. Вот так. Хорошо. Как нога? Можете наступать? Всё ещё не очень. Вот, сейчас мы усадим вас на дрезину. Хорошо. А теперь нужно убедиться, что эта штука поедет. Так, ладно. Да, нужно же нам везти, правда? На этой дрезине мы сможем доехать до одного из запасных выходов. Если они тут вообще есть. Думаю, есть. Что насчёт въезда? Давайте сначала выберемся отсюда, а потом решим, чем займёмся дальше. Это наша задача номер один. Так, панель управления с вашей стороны. Поехали. И во время нашей прогулки по шахте мы сможем отключить фонарик. Ну, это, видимо, следует сделать не сейчас. Я тороплю события. А если сейчас? Нет, рано. Поворотный круг. Вот мы и приехали. Сложно поверить мне, и самой-то верится с трудом. Но говорили, что раньше вся эта ветка была затоплена. Как это произошло? Какой-то зазевавшийся шахтёр или оставленная без присмотра машина прокопали ход к подземному озеру. Вода пришла очень быстро. Немного кто оказался заточён в этих туннелях. Я слышала лишь обрывки вестей про то, что произошло после. Официальную версию подработали. Вы же знаете, как ведут себя эти огромные компании. Но ходили слухи о том, что замурованные шахтёры не смогли запустить помпы для откачки воды, потому что электричество было нормировано. Поэтому они отрубили всё освещение в туннелях. Но и этого оказалось недостаточно. Получается, было темно, когда они... У вас кто-то погиб в этой шахте, да? У нас всех кто-то погиб в этой шахте. Ну, конечно, не у всех. У многих. Это уже не важно. Смотрите, кажется, старая поворотная платформа всё ещё работает. Пульт управления сдох, но я смогу менять положение платформы моим генератором сигналов. Надеюсь, вода её не сильно повредила. В противном случае мы просто продолжим двигаться вниз по этому туннелю. Весь этот мусор, висящий вокруг, из шахтёрского магазина. Просто мусор, понимаете? А шахтёры покупали его и украшали всем этим туннели. Или, возможно, использовали в качестве ориентира. Тут довольно сложно передвигаться. Всё такое серое и мрачное. Шеннон подсоединяет две клипсы от своего генератора сигналов к электрической панели поворотной платформы. Мы на пути, что между звериными костями и шлюпкой. Так что... Кормушка для летучих мышей и пугала. А вот теперь, если мы выключим свет... Мы увидим... Сломанный путь. Ну, кого-то, я думаю, вы всё-таки успели разглядеть. Ускоколейка дальше не идёт. Рельсы сломаны. Над резине мы туда не проедем. Интересно, что там дальше внизу в туннеле? Получается, надо ехать обратно, да? Да-да-да, есть они, появляются. Появляются какие-то тени. Ну да ладно, давайте всё-таки включим фонарик. И просто поедем в эту сторону. А если здесь отключить? Я помню, был прям момент... Был прям момент, когда нам надо было это сделать. Тупик. Слышали? Какой-то приглушённый рокот. Может, мы рядом с водой? Наверное. Давным-давно тут рядом находилось подземное озеро. Скорее всего, именно поэтому шахту так резко прикрыли. То есть нам, наверное, надо вернуться обратно до поворотного круга и использовать его ещё раз, для того, чтобы отсюда выбраться. Шеннон подсоединяет две клипсы от своего генератора сигналов к электрической панели поворотной платформы. Мы на пути, что между кормушкой для летучих мышей и пугалом. Так что... Звериные кости и шлюпка. А может ли быть так, что сейчас мы просто вернулись обратно? Нет? Ну, давайте попробуем проехать дальше. Как будто бы это выход. Нет? Нет, просто туннель какой-то. Выход. Ура, товарищи. Слава Богу. Так. Пойдёмте. Ага, конечно. Я только... Тут туннель со сломанными путями. Я бы хотела сбегать туда. Если вы подождёте меня, то я схожу в шахту и осмотрюсь получше. Конечно, давайте так. Я вас подожду. Пойдём, Шеннон. Что ты хочешь здесь найти? То, что могло остаться от твоих родителей? Каски. Спасибо. Продолжение следует. Эй, незнакомец Вы нашли то, что искали? Ага, может быть Послушайте, давайте больше не будем об этом говорить, хорошо? Вопрос снят Как ваша нога? Могу идти, но медленно Так, я постараюсь не сильно забегать вперед Вы же не против, если я прокачусь с вами? Меня сюда подбросили, и я не была уверена, вернусь ли я... Когда именно я поеду назад? Могу сесть за руль Ага, может так будет лучше Не волнуйтесь, я за рулем с 9 лет Мне все еще нужно найти нулевую Ну, я вам уже говорила, Уивер не лжет Если она послала вас сюда, то въезд должен быть где-то поблизости Или же вы недостаточно внимательно ее слушали, и она сказала что-то немного другое Я видела Уивер в моей мастерской Это к северу отсюда, у озера Нолин Рядом с Вакс и Пиония Роуд Позади магазина рыболовных снастей Модное местечко, да? В такие вот времена мы живем К северу отсюда, у озера Нолин Рядом с Вакс и Пиония Роуд Позади магазина рыболовных снастей Она либо там, либо на ферме Просто скажите, куда поедем сначала? Стоп, что означает этот значок? Я забыла Наверное, все-таки на колесико надо было нажать, чтобы поехать Антиквариат Лизетты Полагаю, это ваш грузовик? Это мой грузовик Гомер Это Шеннон У меня никогда не было собаки Сначала мои родители работали в разные смены Но потом у них получилось работать вместе Конуи выезжает на дорогу К северу отсюда Давайте попробуем поехать вперед Горящее дерево Это ферма Маркисов Хэппи Вэлли Роуд Карта здесь очень большая Вот с этими маршрутами Здесь их очень и очень много Роджер Вэллс Бульвар Луисвилл Скоттсвилл Роуд Не факт, что мы сейчас быстро найдем то, что нам нужно Грин Стрит Колумбия Авеню А вот это что? Коралл Хилл Роуд Нет, это не то Куда же мне все-таки надо? Шоссе Джексона Шоссе Ле Гранд Луна Кроуд Дальше я не проеду, да? Может надо было вот так выехать отсюда и поехать? И выехать на трассу номер 65? Видимо нет Бейкон Крик Роуд Я вообще не вижу тех названий, которые мне говорили Может быть сначала лучше все-таки съездить на ферму Тут по крайней мере понятно хоть где она Так, я же могу туда Стрекозы Грузовик пролетает рядом с обочиной И чуть было не валится в кювет Сбитый с дороги роем стрекоз Их крылья прерывисто мерцают в свете фар И они улетают в темноту ночь Я такого не помню, если честно Так, а может быть стоит проехать мимо ферма? Но это мы сейчас вернемся обратно на заправку Может быть просто поехать в эту сторону? Музей, кстати, тут есть На вывеске фасада написано всего одно слово Музей Свет внутри не горит, но двери открыты Я помню, что в музей мы заходили Конуи входит в двери музея Почти сразу за дверями музея Рок от автомагистрали внезапно сходит на нет Помещение холодное, темное и пустое На столе в центре комнаты лежит открытая книга Коридор сворачивает налево Дальнейший путь закрывают стеклянные двери Посмотреть на книгу На обложке или корешке книги нет названия На первой странице карандашом написана фраза из трех слов Но она почти стерлась, и ее не прочесть На первой странице кто-то чернилами нарисовал лошадь Ближе к концу книги можно найти старательно нарисованный чернильный набросок Одноногого мужчины со старинным арифмометром В окружении бутылок из-под риски Пройти по коридору Шаги конуэ эхом отдаются в пространстве коридора Отражаясь от мраморного пола и арочного потолка По обеим сторонам висят короба из оргстекла Коридор кончается тупиком с темной витриной Посмотреть на темную витрину Витрина широкая, в несколько ярдов, но не очень высокая Она не освещена и стоит в темноте музейного коридора На нее почти не падает лунный свет Позолоченную плашку под витриной еще можно кое-как прочесть На ней кратко рассказывается история охоты на дичь в регионе А затем нить повествования внезапно скатывается К осуждению природы вредных привычек Посмотреть на короба на стенах Первый короб не так далеко по коридору В нем выставлены крылья птиц На некоторых нет перьев Одно большое яркое крыло почти сверкает в лунном свете У этого все перья на месте Но сбоку грубовато торчит кусочек кости Или кости, как правильно Ладно, вернемся ко входу И на этот раз попробуем пройти через стеклянные двери Стеклянные двери не открываются Если толкнуть их сильнее, они разобьются Но может быть мы их толкнем не так сильно Конуэй с силой толкает двери Стекло трескается Где-то вдали включается свет Немного погодя, он выключается Помещение снова погружается во тьму А на полу лежит стеклянная крошка Так, ну я все-таки могу пройти через стеклянные двери или нет? Могу Конуэй проходит через разбитые стеклянные двери Разбитое стекло хрустит под сапогами Конуэя Пока тот идет дальше по коридору Такое чувство, что помещение больше, чем кажется Дальний конец коридора почти не освещен Потрогать стены Стены полностью гладкие и на удивление теплые Конуэй чувствует, как его дыхание и пот оставляют конденсат на поверхности Конуэй встает на колени и проводит рукой по полу То же самое, в общем-то Зря получается двери разбили, да? Ну, так и быть Из музея мы вышли И едем дальше Моргантаун роуд, Аннетта роуд Где же это озеро было? Нолин Дэм роуд, вот! Озеро так и называлось Нолин Мне кажется, мы где-то близко Гэп Хилл роуд Нет, подожди, давай-ка вернемся сюда Кабран роуд Она упоминала эту дорогу или нет? Через Принг Прайсвилл роуд Шоссе Кабран Может мне куда-нибудь вот сюда как раз Рыболовный магазин Стопе Пиония роуд Вот, мне кажется, мы довольно близко подъехали Конуэй и Шенан останавливаются на парковке рыболовного магазина На толстом стальном пруте над дорогой прибит написанный от руки знак Живец Блесна малые и большие на окуня Земляные черви Пиво и чипсы На уровне глаз висит кое-как приклеенный малярным скотчем зеленый флайер Справа от магазина расположилась грязная парковка Неравномерно заросшая травой и кое-где даже деревьями Рыболовный магазин закрыт Зайти в мастерскую Шенан через боковую дверь Конуэй и Шенан обходят здание и заходят в мастерскую На стенах висят дешевые металлические полки, забитые вакуумными лампами Непонятных форм металлическими корпусами и кофейными банками, полными электронных запчастей Шенан ведет Конуэя вглубь комнаты, где на простецком деревянном столе располагаются телевизоры Разной степени разобранности Она нажимает на выключатель сетевого фильтра, и все телевизоры разом загораются Смотреть телевизоры Экран одного из телевизоров показывает ритмично дрожащую призрачно-белую вуаль На втором – просто снег Третий – маленький монитор системы безопасности посредине стола Переливается разными оттенками черного Конуэй спрашивает Шенан о том, где она видела Уивер Шенан указывает на маленький монитор системы безопасности на столе Сначала кажется, будто он выключен Но потом начинаешь понимать, что экран почти незаметно, но медленно переливается разными оттенками черного Шенан крутит ручки сбоку монитора, но ничего не происходит Уставится в монитор системы безопасности Экран монитора угольно-черный Он шумит и переливается наподобие морского прибоя Конуэй перестает отдавать себе отчет в том, что находится в мастерской Стены расходятся Они могут быть в дюймах от него А может в милях Он дрейфует в темной воде, что проворно несет его на каменистый берег У таких утесов должен стоять маяк или буйки Там слишком опасно Шенан отключает сетевой фильтр Уивер здесь нет Значит мы должны поехать обратно к ней на ферму Дог Крик Роуд Но Дог Вуд Драйв здесь опять же не видно Так, ну теперь мы должны выехать Получается, я вижу куда На шоссе 65 Гитарист Молодой человек в посеревшей рубашке сидит у дороги Он играет на затасканной гитаре Слева от него голубая кружка Справа уставшая от жизни собака Давайте послушаем Конуэй стоит и слушает Молодой человек бьет по струнам не в попад Напевает не в такт И изредка мямлит странные слова Положить доллар в кружку Конуэй достает мятый доллар из заднего кармана штанов И кладет его молодому человеку в кружку Молодой человек достает банкноту из своего виски И отдаёт обратно конуэю Ладно Так, подожди, нет, не сюда Теперь мы движемся на юг Мимо фабрики протезов И мимо горящего дерева На ферму Акт первый. Сцена шестая. Ферма Маркесов. Дали бы лучше за Шеннон поиграть. Таким Макаром Конуэй будет очень-очень долго сейчас идти. Давай-давай дальше. Чего ты встал? Эм. А, Шеннон подошла к нему, чтобы помочь. Я не поняла. Она ему, наверное, сказала, обопритесь на меня. Они вместе пошли. Я даже этого не увидела поначалу. Так. Я так понимаю, вот эти два человечка, это значит, что мы можем поговорить об этом. Я вспомнила. Уже непросто осмотреть. На этом кладбище никто не похоронен. Оно скорее декоративное. Или это какая-то художественная инсталляция. Я точно не знаю. Декоративное кладбище? А что за имена тогда на надгробных камнях? Новаковский, Падия. Я не знаю этих фамилий. Может, это прежние жильцы? Я знаю, что когда они купили эту землю, тут уже стоял дом и хозяйственные постройки. Или же у этих плит какое-то особое символическое значение. Ой, вы только посмотрите на эту плиту. Маркис. Раньше я думала, что тут-то и похоронены мои родители. Теперь же я не знаю. Занятно. Коно и сам решил зайти теперь. Остался бы лучше внизу. С ногой со своей. Ну, у Ивер здесь тоже нет. Была и пропала. Так, значит, вы тут ее встретили? Угу. Все ясно. У Ивер с родителями жила в этом доме. Они взяли кучу кредитов и построили это место. У вас есть долги? Я в долгу перед некоторыми людьми. Ну, повезло вам, если на этом все. У моих родителей тоже не было долгов. Но потом компания нашла способ залезть им в карман. Папу они заставили покупать жетоны для вентиляторов и очистителей воздуха в шахтах. А маму – канареек. Кажется, что подход отличается, но на деле это два разных решения одной проблемы. У Ивер была вся в долгах. Куча денег. И все за обучение. И как же она их выплатила? Так она их и не выплатила. У нее не было дохода, никто в семье не зарабатывал. Сдается мне, Уивер засела за чековые книжки своих стариков и ясно поняла, что их дела очень плохи. И она сбежала. Вот так просто взяла и уехала посреди ночи. А утром они обнаружили, что машина пропала. С тех пор ее никто не видел. До сегодняшнего вечера. Один человек посоветовал мне приехать сюда и поговорить с ней. Ха, ясно. Кажется, она общалась не только с нами. Такое не каждый день увидишь. Этот старый телевизор, антиквариат еще тот. У меня в мастерской однажды был такой, но я продала его, чтобы оплатить аренду. Самое трудное решение в моей жизни. Вы же не будете против, если я загляну внутрь? Похоже, пара ручек на стройке проржавела. Да и экран немного пропускает свет. Ну же, я не поверю, если вы скажете, что Лизетта позволила бы такому экземпляру пропасть. О да, эти трубки совсем плохи. Такое чувство, что они пролежали в болоте или пещере. Одна уже даже мхом заросла. Так-так, у меня в сумке есть парочка запасных. Вот, эту я вытащила из старого монитора. Ее нужно лишь приладить на место. Ага, встала. Сигнал должен пойти. Вы что-нибудь видите? Постойте, вы там током не убьетесь. Выглядит опасно. Ах, черт. Ну ладно. Смотрите, я думаю, контакты покрылись грязью. Вы только не говорите потом моим клиентам, что я старые ламповые трубки слюнями протираю. Ой-ой-ой. Вот так. Теперь нужно выставить север-юг и... И окружающая реальность как-то поплыла. Или, может быть, наоборот. Это и есть нулевая? Конец первого акта. Текст на стене. Пределы и доказательства. Ретроспектива Лолы Чемберлин. Эта масштабная выставка-ретроспектива представляет искушенному зрителю череду работ, являющихся плодами 20-летнего труда художницы-инсталлятора-инноватора Лолы Чемберлин и может служить диагональным срезом времени, места и формы. Представленные здесь экспонаты до этого выставлялись по отдельности на протяжении более 35 лет. Все они были созданы в разных местах проживания и мастерских художницей в ее любимом Мехико и родном Элизабет Тауне. На этой выставке вы увидите феноменальный по своей уникальности ансамбль работ от сокровенно теплой векторной текстурной выборки до печально известного лица, при установке которого минимальный запас высоты должен достигать не менее 30 футов. И все же эти работы объединяют одно неудобное свойство. Почти ни одну из них невозможно было установить во время их дебютного показа публике. Галереи и музеи пасовали перед масштабом и требованиями по электропитанию и высококвалифицированной рабочей силе, необходимой для установки и обслуживания этих работ. Многие дебюты не состоялись из-за логистики, и экспонаты были представлены публике намного позже запланированного. И в то же время, как представленные работы обнажают перед нами внешние пределы возможностей Лолы Чемберлин как художницы-инсталлятора, географические перипетии ее кочевой жизни и закат блистательной карьеры, они также очерчивают пределы наших возможностей и фронтиры терпения в качестве зрителей и музейных работников. Можем ли мы принять эти работы в их первозданной красе? И главное, хотим ли мы этого? Карточка. Крутящаяся монета, подвешенная, с поправкой на угловое движение. 1976 год. Подручные материалы. Какая одинокая картина. Картина на экране? Или вся инсталляция? Угу, вся инсталляция. Читальный аппарат, монеты эта крутящаяся. Точно. Будто она чем-то обеспокоена, да? Такое чувство, что мы спугнули ее, и повисла неудобная тишина. Меня к ней так и тянет, но... Мне она просто на нервы действует. Карточка. Векторная и текстурная выборка. Дерево, телевизор и подвешенный кинескоп. 1968 год. Подручные материалы. Боб, кажется, эта штука придется тебе по душе. О, да, мне нравится. Такая житейская, но очень странная. Видать, меня нынче тянет ко всему в жанре странное житейское. Карточка. Лицо. 1984 год. Неизвестный материал. Из чего оно сделано? Это тайна. Похоже на ленту, бинты. Ты же смотрела «Человека-невидимку»? Там разрежь лицо, чтобы создать другое. И озадачь владельца. Чего? Это стих. Я его вот тут прочитал. Мне кажется, его написал компьютер. Похоже на то. Карточка. Дополненная инсталляция «Намо Джуна Пайка» в стиле Эдварда Пакера. 1965-1973-1980 годы. Кассетная лента. Головка портативного устройства для считывания магнитной ленты. Система колонок. Голос художника. Компьютерно-синтезированная речь. Точно, читал об этой. Она интерактивная. Как она работает? Это просто куча старой пленки. Нужно водить по ней головкой портативного устройства для считывания. И просто слушать записи. Кажется, так. Давайте попробуем. Думаю, начинать надо с середины. Боб ведет головкой устройства по обрезку пленки. И из колонок начинает неровно звучать женский голос. Мы начнем с середины. Дональд и Джозеф в коридоре. Я в офисе. По стенам комнаты стоят архивные шкафы. Несколько ящиков на распашку. Дверь приоткрыта. Огромный компьютер светится в углу. На полу валяется пара перфокарт. Искусственный голос неуклюже врывается в запись, монотонно диктуя список команд. Осмотреть карты. Поверните головку на 30 градусов и проведите вверх на 7 дюймов. Покинуть комнату. Поверните головку на 17 градусов и проведите вверх на 4 дюйма. Включить компьютер. Поверните головку на 200 градусов и проведите вверх на 15 дюймов. Осмотри карты. Боб переставляет головку на другой обрезок пленки. В этих пробитых в картах отверстиях зиждется первый набросок поэтической подсистемы. Глазами эти карты не прочесть. Думаю, Дональд сможет. Впрочем, эта версия была довольно посредственной. Покинуть комнату. Поверните головку на 17 градусов и проведите вверх на 4 дюйма. Включить компьютер. Поверните головку на 200 градусов и проведите вверх на 15 дюймов. Включи компьютер. Боб переставляет головку на другой обрезок пленки. Он такой громкий. Люблю его. У меня в руке две перфокарты. На одной Джозеф нацарапал слово «пещеры», другая пуста. Вставить карту пещеры. Поверните головку на 11 градусов и проведите вверх на 2 дюйма. Вставить пустую карту. Поверните головку на 95 градусов и проведите вверх на 14 дюймов. Карта пещеры, конечно. Мы на грунтовой дороге в парке. Или это и не дорога вовсе? Это тропа. Больше похоже на наклон. Раньше на пути, по которому мы идем, было меньше растений. Звуки ходьбы. Теперь мы идем по краю огромной ямы. Осыпающаяся во тьму земля постепенно сменяется на заплесневелые камни. Джозеф и Дональд спускаются по веревке в пещеру. У них за спинами привязано компьютерное оборудование. Спускаюсь и я. Попасть в пещеру. Поверните головку на 65 градусов и проведите вверх на 4 дюйма. Это единственный вариант? Да, конец этого обрезка. Так, 65 градусов, 4 дюйма. Это последний поход. Так что все необходимое у нас с собой. Для последнего пристанища. Не будь таким мрачным. Вспомнить добрый жест. Поверните головку на 180 градусов и проведите вверх на 23 дюйма. Сожалеть о грубом слове. Поверните головку на 12 градусов и проведите вверх на 6 дюймов. Вспомни. Сейчас утро. Я в машине. Еду на работу. Это последняя запись на этой кассете. Потом я отправлю ее по почте. И будь что будет. Я записываю на эту кассету уже, наверное, лет 15. Много всего произошло. Разного. Вот вам история. Когда я познакомилась с Дональдом и Джозефом, они были студентами, а я пела в группе. Тогда мы выступали в кампусе. Они пришли на мое выступление, а потом мы пересеклись в баре и пропустили по паре стаканчиков. Джозеф захотел произвести на меня впечатление. Украл металлический стакан-тамблер для коктейлей и подарил его мне. Нас выгнали из бара, и мы пьяные бродили по улицам до утра. На рассвете присели в дайнере. А в том тамблере у меня теперь запасные ручки на столе стоят. Так, пленка почти закончилась. Наверное, я просто дам ей докрутиться, пока веду машину. Эй, отмотай немного назад. Вдруг мы чего пропустили? Правда? Но мы уже так далеко продвинулись. Угу, давайте отмотаем. Да, конечно. Боб переставляет головку на другой обрезок пленки. Боб переставляет головку на другой обрезок пленки. Потом я отправлю ее по почте, и будь что будет. Я записываю на эту кассету уже, наверное, лет 15. Много всего произошло. Разного. Вот вам история. В первый раз я прожила в Мексике 3 года. И за это время ни разу не связалась ни с Джозефом, ни с Дональдом. Они думали, что я хотела их позлить. Может быть, так оно и было, но... Сдается мне, они бы просто не одобрили мою жизнь в Мексике. Или... И все же. Когда я вернулась, то снова не стала им звонить и даже не зашла в университет. Я случайно встретила Дональда в магазине хостовара. Он спросил, почему я не позвонила, а я ответила, что... Мне это даже в голову не пришло. Так, пленка почти закончилась. Наверное, я просто... Дам ей докрутиться, пока ем. Инструкции нет? Нет, это конец обрезка. Мы же еще даже не добрались до того длинного обрезка наверху. Или что, сразу туда перескочить жульничество? Я никому не скажу. Боб переставляет головку на другой обрезок пленки. Подумай о нашем труде, о нашем исследовании. Ты умрешь в этих чертовых ладных пещерах. А те люди... Ты же знаешь, что они вернутся. Мы уйдем вглубь. Так они нас в жизни не найдут. Вы слышали их голоса? Они не... Они и вас найдут. Но не меня. Я поднимаюсь на поверхность. Прекратите! Ваш глупый спор разносится по всей системе пещер. Джозеф прав. Мы не можем тут оставаться. Я тоже ухожу. Но не вернусь на поверхность. Сяду за руль своего микроавтобуса и уеду вниз. На нулевую. Ты изгинешь навеки! Нам же нужен твой голос, Лула. Машина реагирует только на твой голос. Я пришлю тебе кассету, когда все запишу. Почтой. А там ты и сам посмотришь, что твоя проклятая машина с ней сотворит. Ой. Карточка. Подвальная загадка номер 2. Художник, закат и лошадь. 1976 год. Гипс и проволока. Как думаете, что она имела в виду под загадкой? Ага, бред же. Может, это что-то, что можно разгадать? Скорее всего, это символы. Художник, закат, лошадь. Или анаграмма. А может, кот? Или это не сама загадка, а всего лишь ее описание. Возможно, это и правда загадка, но без верного решения. Тогда это печально. А повторно взглянуть нельзя? Странно, я думала, что можно. Ага, думаю, нам пора. Точно, эта выставка выматывает. Время.